Кухня ЖКХ Но мы понимаем, что когда все хорошо, к вашим сотрудникам, наверное, не обращаются. То есть напряженность в таких контактах априори подразумевается. А есть какие-то периоды, когда конфликты происходят чаще? Ну, вообще работник ЖКХ должен отличаться высокой стрессоустойчивостью и не обращать внимания на интенсивные периоды времени своей работы перед началом отопительного сезона и самом начале отопительного сезона. Когда возникает множество проблем, не всегда виновата управляющая компания, но приходится принимать удар от жителей в первую очередь, потому что им некуда больше обратиться на самом деле. Что вы делаете, когда поступают жалобы на ваших сотрудников? Мы, конечно, этот случай выявляем, проводим воспитательные беседы. Если где-то это не помогает, просто на другой фронт работы их отправляем. Бывает и обратная сторона, когда и со стороны жителей некорректное общение с сотрудниками управляющей компании. Бывает, доходит дело до рукоприкладства, но это бывает редко. А был такой случай. Несколько лет назад сотрудник управляющей компании начал косить траву в районе 7 утра. Рановатенько, но действующее законодательство местное как раз-таки установили, что к 7 утра должно быть все хорошо. Выбежал этот человек, просто отобрал эту косилку и разбил ее в асфальт. Так же и сейчас, и со слесарем бывает, иногда обижают, дворников обижают, где-то за дело, наверное, обижают. Но в основном это, конечно, не аргумент. То есть всегда нужно оставаться в рамках приличия. Кстати, у нас кроме внутренней воспитанности есть еще ведь и законодательство, которое должно сдерживать всю брань и грубость. Есть судебная практика, когда и привлекали и жителей, и директора управляющей компании, либо их сотрудников к денежному штрафу за то, что они либо лично, либо публично оскорбили человека. За оскорбление, если это тем более публично, назначается штраф награжден от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей. Если оскорбление произошло не публично, по телефону или лично, штрафы за это тоже есть. Мы благодарим за эту беседу генерального директора управляющей компании «Актив Комфорт» Максима Манькова и напоминаем, что уважение других дает повод к уважению самого себя.